Здарова! Поставь лайк, ну и подписаться не забудь. Поехали! Всем привет! С вами Комедиан, и недавно в CSGO вышло обновление, которое должно было бороться с читами, с читерами и прочей фигнёй. Но в итоге обновление получилось очень дырявым, кроме читов оно ещё и мешает нормальной работе OBS, NVIDIA Freestyle, о котором также пойдёт речь в этом ролике, и прочим другим программам по типу Discord, его оверлей и так далее. В общем, как я уже сказал, это обновление, оно блокирует все DLL-файлы. Сейчас вам это покажу. Пишем Trusted Launch Info, и вот у нас наши заблокированные DLL-ки. Вот это вот messagebuzz.dll, если я не ошибаюсь, это и есть тот самый NVIDIA Freestyle. И CSGO его блочит. То есть, если я сейчас попробую настроить фильтры, вот, фильтр. Произошла ошибка, перезапустите игру, чтобы использовать эту возможность. Перезапуск игры не помогает, и сейчас я вам расскажу, как в два клика пофиксить это и включить фильтры. Без бана, всё будет работать, и... да, погнали. Итак, закрываем CSGO, переходим в Steam, правой кнопкой мыши по CSGO, управление, просмотреть локальные файлы. Мы переходим в директорию Steam. Так сделать просто проще, если вы помните, куда вы устанавливали Steam, то переходите по пути, куда вы устанавливали Steam. Возможно, он установлен в ту же директорию, в которую я его установил. В общем, переходим в Steam, UserData. Здесь будет несколько вот таких вот кодов, циферок. Одна из этих папок, это, в общем, ваш аккаунт. Это ID вашего аккаунта. Как узнать ваш ID? Переходим в Steam, наводим курсором мыши по вашему никнейму, профиль, правой кнопкой мыши, скопировать адрес страницы. Переходим на сайт, который будет в ссылке в описании. Вот здесь, там, где написано Input, вставляем наш ссылку, наш профиль, нажимаем Lookup. И вот это вот Steam ID 3, это наш ID-шник. 606. Заканчивается на 606. Заходим в папочку с таким же кодом. Потом 730, это код CSGO. Local, KFG и вот, TrustedLaunch.KFG. Все, что вам нужно сделать, это правой кнопкой мыши, свойства, только чтение. Применить, ОК. И запускаем CSGO. CSGO у нас запустилось, нажимаем Alt F3. И вот, фильтры у нас работают. Вот мой фильтр. Если кому интересно, вот настройки моего фильтра, с которым я часто очень играю. Кому-то он будет, конечно же, возможно, вырвиглазным. Сейчас я пропишу две команды, чтобы убрать ограничения FPS. И теперь я вам покажу, что все работает. Но есть один маленький нюанс. Он кого-то будет напрягать, кого-то нет. После каждого перезапуска у вас будет появляться вот такое окошечко. Доверенный запуск. Игра не запущена в доверенном режиме, с ней может взаимодействовать стороннее ПО. Что и делает наш NVIDIA Freestyle. Хотя это официальное приложение и читом не является. Нажав продолжить, вы можете понизить свой фактор доверия. На него нам тоже все равно, так как как с фактором доверия, так и без него читеры попадаются одинаково. И возможно, даже без этого самого фактора доверия читеров будет меньше. Без фактора доверия. Потому что, когда я играл именно с фактором доверия, мне читер попадался почти в каждой катке. Хотя я играл без кинченджера. И люди играли конкретно по рейджу, там, крутилки, через стены. В общем, жесть. Если вы этого не хотите, нажмите кнопку перезапуск в доверенном режиме, чтобы перезапустить игру и запретить ей взаимодействовать с любыми программами. Ну, это своеобразный, не запрет игре взаимодействовать с сторонними программами, а запрет игры, чтобы мы могли, запрет игры взаимодействия других программ с ней. Вот так вот. Нажимаем продолжить, еще раз переходим, нажимаем начать. Все работает, фильтры работают. Все это делается в два клика. И обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Не забывайте про это, потому что скоро будет 2000 и, возможно, будет стрим. Я не знаю, но, возможно, будет. Я хочу сделать. Хотя, возможно, этот ролик выйдет уже после стрима. Я не знаю. В общем, этот антищит, он ультрадырявый, так как буквально нажав две кнопочки, ну, изменив буквально один текстовый документ, точнее, даже не изменив, а просто поставив его как только чтение, убирается защита CSGO. И мы можем взаимодействовать с игрой через какие угодно программы, через что угодно, как угодно вообще. Жопа. Прискик и за один. Да, классно, школьники. Как вы видите, все работает. Если кто не заметил никакой разницы, то я не делал картинку слишком в вырвиглазной, что ли. Сделал просто немножечко более насыщенную картинку. И иногда играю с этим самым пристайлом. То есть, все работает, как вы видите. Все работает без каких-либо нареканий, без каких-либо ошибок. Ну, кроме той, которая, по сути, бесполезна и будет просто напрягать иногда своим существованием. А так, как вы видите, все работает. И это заслуживает лайка, подписки и обязательно колокольчик с комментарием. До этого я додумался сам, хотя, признаюсь честно, я смотрел до этого ролик. Но там было совершенно другое. Там был ввод команд в параметры запуска. Я, в общем-то, подумал. Да, я умею думать. И я решил посмотреть в конфиг самого юзера. Ну, сначала я хотел посмотреть в конфиг самой игры. Там я ничего интересного не нашел. Вот в конфиге юзера я нашел как раз-таки этот файл. В общем, я надеюсь, вам понравился данный не очень длинный, но очень информативный ролик. С вами был Comedian. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, жмакать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых роликов и стримов на моем канале. Заходите в мой Discord сервер. Ссылка на него есть в описании. Всем удачи. Всем пока.